Привет, дорогие мои друзья! Вот такая плата, я думаю, знакома многим. Мы собирали её с вами на канале в 2015 году. С тех пор я снял более 500 видео уже. И это к тому, что это было очень давно. Плата эта работает следующим образом. Подаём сюда 24 вольта, либо по стоянку, либо переменку, неважно. Здесь у нас есть регулировка по току А и регулировка по напряжению В. Эта плата работает в диапазоне от 0 до 30 вольт и ограничивает ток до 3 ампер. То есть максимум можно получить 30 вольт и 3 ампера ток на выходе. Регулировка здесь производится при помощи переменных резисторов. А сегодня я предлагаю вам собрать подобную плату. Пришла она вот в такой коробке. Все элементы запечатаны в антистатический пакет здесь. Резисторы, диоды, конденсатор, панелька под микросхему с микросхемой. И вот в отличие от прошлой версии регулировка тока и напряжения здесь будет производиться энкодерами. У них есть нажатия. Платы здесь две. Это силовая часть. А сюда запаивается дисплей и энкодеры. Сам дисплей здесь тоже есть в комплекте. Запечатан он в мягкую упаковку. Отсюда и разница в стоимости. Конечно же, эта платка за счет большего количества различных элементов стоит немного дороже. Эта платка стоит подешевле. Но и дисплея здесь нет. Регулировка осуществляется переменными резисторами. Я вам ссылочки на обе оставлю. И вы уж сами выбирайте, какая вам больше нравится. О планах на эти платы я расскажу вам чуть позже. А для начала давайте их соберем. Начнем сборку с установки маленьких элементов. Это резисторов. Сейчас прозвоним номиналы и установим их на плату согласно маркировкам. Здесь все резисторы подписаны. Давайте сделаем небольшое отступление. Хочу вам кое-что рассказать. У меня есть три вот таких пультика. Этот пультик включает-выключает софтбоксы. Этот пультик включает-выключает общий свет в комнате. А вот этот пультик от штор. Я их всегда где-то теряю. И то шторы не могу открыть, то свет включить. В общем, решил все настроить вот на такой кубик Xiaomi. Видос был на канале. Там мы обозревали выключатели Xiaomi. И я рассказывал про этот кубик. В общем, смотрите, настроил его. Двойной этап делаем. Выключаются софтбоксы. Еще раз делаем двойной этап. Включаются софтбоксы. Вот так вот трясем. Ну, на камеру не видно, потому что софтбоксы ярко светят. В общем, у меня выключился. Еще раз трясем. Включился свет в комнате. Если мы повернем кубик на 90 градусов. Шум слышите? Это перешел в турбо-режим воздухоочиститель Xiaomi. Поворачиваем на 180 градусов. Турбо-режим воздухоочистителя выключился. То есть воздухоочиститель я использую как вытяжку, которая вытягивает, улавливает вредные пары при пайке. Вот так я все настроил. Единственное, что не смог настроить, это шторы. Но, друзья мои, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Потому что девайс, который заставит работать шторы от этого кубика, уже в пути. Помните видео, где мы с вами устанавливали электрический карниз для штор? Так вот, мы этот карниз немножечко проапгрейдим. И он будет работать совместно с системой умного дома Xiaomi. Ну а сейчас давайте возьмем уже легендарный коврик для пайки. Разложим в него все элементы. Возьмем мультиметр, а точнее токовые клещи. Не, у меня есть и полноценный мультиметр. Использую я в последнее время что-то токовые клещи. Потому что все то же самое они, в общем-то, измеряют напряжение, ток. Еще плюсом можно измерить ток, не зачищая провод. Ну раз это токовые клещи. Но зато мультиметр вот может измерять, к примеру, температуру. И также у него есть датчик измерения света. Но так как токовые клещи меньше по размеру, использую их. И ссылочку вам тоже оставлю, очень рекомендую. Первый резистор, который измеряем, имеет сопротивление 1000 Ом. То есть килоомный резистор, сразу же его нашел. Устанавливаем на свое место, разгибаем выводы с обратной стороны. Устанавливаем еще один резистор. Эти резисторы у нас находятся на одной ленте, имеют одинаковую цветовую маркировку. И это резюки на 10 кОм. Устанавливаем. Основная масса этих резисторов находится на второй плате. Поэтому монтаж резисторов я буду производить одновременно на обе платы. Ни одного запасного не осталось. Прям вообще один в один резисторы закончились. Все установили. Смотрите, как интересно они здесь расположены. Через один 10 кОм, 20 кОм, 10 кОм, 20 кОм. Ну и не сложно догадаться, что вторая большая лента с резисторами, это резисторы на 20 кОм. Конечно же мы их на всякий случай измерим. Все верно, 20 кОмные точно так же их устанавливаем. Вот и 20 кОмные резисторы на своих местах. Их вообще осталось не так много, поэтому давайте сразу же все доустанавливаем. Резисторы установлены, кроме мощного на 0,47 кОма. А давайте его тоже воткнем. Ну а также воткнем подстроечный на 10 кОм. Думаю, он нам тоже не помешает в дальнейшей установке. Возьмем паяльник Т100. Ну и здесь у нас два варианта. Либо сначала откусить выводы, потом паять, либо паять, потом откусывать выводы. Я выбираю сначала паять, потом откусывать выводы, потому что здесь у нас резисторы, как вы помните, находятся через один. И если они начнут выпадать, то назад их возвращать будет не очень удобно, скажем так. Я не говорю, что плохо сначала паять, а потом откусывать выводы. Нет. Если вам нравится так делать, можете делать так, потому что опять были споры в прошлом видосе, во вчерашнем. Ну а какой смысл спорить? У каждого своя правда. Каждый поступает так, как считает нужным. Повторюсь, что я не противник такого метода, но мне удобнее сначала паять, а потом откусывать выводы. Поэтому давайте приступим. Припой, которым я паяю, уже содержит флюс. Дополнительно флюс я использовать сюда не буду. Включим воздухочиститель Xiaomi. Одну плату запаяли, паяем вторую. Все готово. Выключаем воздухочиститель, чтобы он не мешал мне разговаривать, не перебивал мой голос. Во вчерашнем видео, в комментариях, в спорах, где один из вас предлагал сначала откусывать выводы, потом паять, он говорил, что можно повредить дорожки, откусывая выводы, когда они уже запаяны. Да, есть такой момент, их на самом деле можно повредить, но это относится скорее всего к платам, где дорожки только с одной стороны. Эти платы у нас двухсторонние и отверстия здесь, видите, насквозь проклепаны. Здесь дорожки повредить довольно сложно. Да и если вы будете откусывать выводы вот так вот вдоль, а не вот так вот поперек вывода, когда вы как бы поднимаете его, да, и вот так вот откусываете. Вот так откусывать неправильно, так можно действительно повредить дорожки, если же вы откусываете вдоль, то ничего не произойдет. А также выводы после того, как мы его откусили, если он был запаян заранее, ну то есть как я это сделал, он получается, что не защищен флюсом и вот этот кончик будет окисляться. Ну окисляться он будет, во-первых, много лет и может даже и не окислиться, потому что платы, они все равно находятся в немокрой, сухой среде. Но если же вы все же хотите, чтобы он не окислялся, то можно паяльником пройти еще раз. Я в этом вообще никакой проблемы не вижу. На самом деле я и гончиков-то вот этих окислившихся никогда не видел, мы уже с вами 3 года паяем наборы конструкторы. Если вы думаете, что я их выкидываю, вы глубоко ошибаетесь, они у меня все хранятся, все что мы спаяли. И ни один еще не окислился, на самом деле это так. Если вы думаете, что я сейчас спорю и доказываю свою правоту, то нет, друзья мои, я не спорю. Вообще я считаю, что спор это напрасная трата энергии. Я лишний раз стараюсь не вступать в споры, вообще стараюсь не спорить в своей жизни. А если же мне сильно хочется поспорить, то я эту энергию как бы обращаю в другую сторону. И на какое-то время встаю, ну, на место человека, который со мной спорит и пытаюсь принять его позицию. Что это дает? Это позволяет получить мне больше жизненного опыта, понимаете? Я как бы тем самым не закрываюсь от человека. Просто глупо, зачем что-то кому-то доказывать? Здесь гораздо важнее самому получить какие-то знания, а не объяснить что-то другому. Я думаю, вы уловили мою мысль, и я считаю, что такая позиция, она правильнее по отношению к себе. Потому что если вы что-то кому-то доказываете, то ваши-то знания, они по сути остаются на одном месте. Но когда вы анализируете себя, вы получаете больше информации для себя, то есть другими словами вы получаете больше жизненного опыта. Вот как-то так. Далее устанавливаем диоды на плату. В диодах, в отличие от резисторов, важно не перепутать анод с катодом. То есть здесь нужно совместить полоску на плате и полоску-маркировку на самом диоде. Установили. Можно сразу же установить конденсаторы. Их тут тоже не так много. Маркировка на конденсаторе и на плате подписана. Установили. И упустил из вида еще один резистор многооборотистый. Давайте тоже вернем его на место на свое. У выпрямительных диодов очень толстые ножки, поэтому паяльник приходится задерживать дольше на одном месте, чтобы припой хорошо растекся. Можно даже добавить на паяльнике температуру, так как я паяю серебросодержащим припоем, а у него температура плавления больше. Он растекается здесь хуже. Когда паяешь серебром, остается как бы такой нагар на жале черный. Его нужно чаще чистить. Вот такая есть особенность. Для чистки жала я использую стружку металлическую. Ссылку на нее я вам оставлю в описании под этим видео. Но чтобы не ждать стружку из Китая, можно купить в продуктовом магазине губку обычную, тоже из металлической стружки. Для чистки сковородок она тоже отлично подходит. Ну вот, спаяли плату. Теперь меняем ее на другую. И паяем вторую часть. Здесь правда пару выводов всего. Обожаю снимать видео, где мы паяем с вами наборы для сборки. Это доставляет мне огромное удовольствие. Не поймут лишь те, кто ни разу не пробовал. Поэтому, друзья мои, если вы не пробовали собирать какие-нибудь наборы из Китая, я вам очень рекомендую заказать наборчик и попробовать. Тогда вы поймете, что это действительно прикольно. Следующим шагом у нас установка транзисторов. Точно так же устанавливаем их согласно маркировкам. Транзисторы 7824 и 7805 предварительно устанавливаем на радиаторы. И устанавливаем всю эту конструкцию сюда уже в сборе. Очень туго входит, потому что у радиатора тоже есть выводы, чтобы припаять его, закрепить на плату. Поэтому ножки можно здесь даже не загибать. Д-882, то есть здесь нужно совместить стенки. 90-15 устанавливаем согласно контуру. Аналогично поступаем с 90-14. Установим электролитический конденсатор, соблюдая полярности. Длинная ножка это плюс. Короткая заштрихованная область это минус. Приближаем и паяем. Обратите внимание, транзистор D1047 я не стал глубоко запаивать, потому что здесь еще придется подобрать радиатор. И причем подобрать его нужно таким образом, чтобы припаять и установить на него термодатчик. То есть здесь у нас на этой плате еще реализована защита от перегрева. Я нашел в своих запасах вот такой радиатор. Возьмем шуруповерт, аккумулятор которого мы переделывали с вами недавно. И просверлим давайте отверстие. Как раз попадаем в пустоту, не в ребро. Это очень хорошо, друзья мои. Так как попало отверстие между стенок сюда отлично. Ну как отлично, туговато конечно, но винт все же вкручивается. Закрепил. Делать это конечно лучше через термопасту, но у меня сейчас нет к сожалению. Запаяю сюда в отверстие две ноги, которые откусил от диодов. Это послужит дополнительным креплением радиатора. И также запаяю две ноги в другое отверстие. Безотходное производство прям. Даже ноги от элементов пригодились. Ну и теперь попробуем загнать немного припоя в сам радиатор. Залил припоем, сделать это было нелегко. Крепление конечно не идеальное, но какое есть, держится довольно неплохо. Нагрузки на этот радиатор делать никто не планирует, поэтому нормально будет. Теперь нам нужно закрепить термостат. Я разогнул тут пластинки немножко в радиаторе. Рубочка нам не пригодится. Металл мягкий, обрабатывается достаточно хорошо. Установил термостат, чтобы не выпадал, можно разогнуть еще секции радиатора как бы в обратную сторону. Прижать его там, но он и так хорошо держится. Устанавливаем и запаиваем его контакты на плату. И также подпаял разъем, который мы будем подключать в вторую часть. Но смотрите, здесь его важно припаять так, чтобы не перепутать. Контакты у нас здесь все подписаны, совмещаемы. И только после того, как убедились в правильности, припаиваем вторую часть разъема. Разъемы припаяли. Шлейф теперь можно отключить. Устанавливаем энкодеры. Перепутать их здесь сложно. С одной стороны два вывода, с другой три. Совмещаем все их. Устанавливаем панельку под микросхему, совместив ключи. И запаиваем все с обратной стороны. Всегда так бывает, когда находишься на финишной прямой. Остается немножко вот припаять дисплей вроде бы осталось. И тут я замечаю, что припаял этот разъем не с той стороны. Его нужно было припаивать с обратной стороны. Но это не страшно. Ведь у нас есть электрический оловоотсос, который мы тоже с вами заказывали на Алиэкспресс. Что делает оловоотсос? Правильно. Отсасывает олово. Поэтому берем его, вот так вот нагреваем контакт, ждем пока он расплавится. И не побоюсь этого слова, отсасываем. Смотрите, как хорошо оловоотсос справляется со своей задачей. Отлично отсосал припой. Расплавляем следующий контакт. Убираем лишний припой. И так поступаем со всеми контактами. Оловоотсос вещь, которая нужна не часто. Но зато, когда она нужна, ее никогда не оказывается под рукой. Поэтому вот, друзья, обязательно закажите себе, если занимаетесь пайкой. Стоит такая вещичка недорого. И ссылка на нее будет в описании под этим видео. Припаиваем дисплей. Для этого я прикрутил его втулками из комплекта. С одной стороны припаяли, переворачиваем и паяем с другой стороны. Обе платы собраны. От плюса можно отмывать, можно нет. Это дело хозяйское. Но даже если не будем отмывать, то ничего страшного не произойдет. Последним шагом здесь будет установка микросхемы. Я это дело всегда оставляю напоследок, чтобы не выбить микросхему статикой. Для этого мы опять откручиваем дисплей. И вытаскиваем его из разъема. Микросхема устанавливается по ключу. Их нужно совместить. Немножко вставляем. Проверяем, что все хорошо. И надавливаем. Все, микросхема установлена. Дисплей можно вернуть на место. И проверить, как работает наша плата. Смотрите, как удобно использовать коврик для пайки. Собрал весь мусор на него. И пошел выбрасывать. Питать плату мы будем от импульсного блока питания. Максимальный ток которого 4,5 А. То есть для наших задач, в общем-то, хватит. Плата питается переменным током. Видите, написано AC. Но на самом деле без разницы. Здесь есть выпрямительный мост. Он будет выпрямлять переменный ток. То есть если вы подадите сюда прямо с трансформатора. И сглаживающий конденсатор. Точно так же можно подавать и по стоянке. Давайте я вам покажу. Зажимаем провода. Берем мультиметр. И измеряем напряжение на конденсаторе. Черный щуп у меня это минусовой контакт конденсатора. А красный щуп это плюсовой. Видите, да? 23 вольта приходят. Причем полярности правильные. Ну а теперь давайте поменяем плюс-минусом здесь местами. Поменял провода местами. Переворачиваем. Подаем питание. Напомню, что вот этот нижний контакт это минус. Верхний это плюс. Проверяем. И все то же самое. То есть здесь у нас на конденсаторе полярности не изменились. В данном случае диодный мостик выступает в роли защиты от переполюсовки. Плата завелась. Но на дисплее у нас ничего не отображается. Пробуем покрутить резистор. То есть это у нас что-то вроде яркости. Яркости видите, да? Кручу и яркость изменяется. Убираем лишние вот эти вот артефакты. Добиваемся вот такого состояния. Подключил мультиметр на выход и выкрутил энкодер напряжения в крайнее левое положение. То есть у нас значение OFF. Напряжения на выходе нет. 0 вольт. И видим, да, что здесь какие-то доли милливольтов. Ну то есть напряжения на выходе нет. Добавляем 1 щелчок 0.1 вольта. 0.2 вольта. 0.3 вольта. 0.4 вольта. Видим, что значения совпадают. Давайте попробуем поставить вот 5.7, например, вольт. Вольтметр работает очень точно. Ну а теперь попробуем накрутить в максимум. Вращаем, вращаем. Упираемся в потолок напряжения блока питания. Видим, что максимум 21.5 вольт. Здесь есть небольшая разница в 0.3. И все. Дальше у нас здесь значение растет. То есть если бы у нас напряжения блока питания было бы больше, то мы смогли бы поднять напряжение до 28 вольт. Также мы можем устанавливать максимальное значение тока. Максимум это у нас 2 ампера. То есть для чего это вообще нужно? Например, вы хотите запитать какой-то светодиод. И как известно, светодиоды у нас питаются током. Если подключить их в схему без драйвера, без гасящего резистора, то он просто может сгореть. Ну а здесь вы выставляете ток, которым питается светодиод, подключаете и он горит. Точно так же, если произойдет на выходе короткое замыкание. Давайте я вам это продемонстрирую. Вот смотрите, замыкаем. Видим, что ток у нас становится 2 ампера на выходе. Вот, горит восклицательный знак. И этот блок питания, он ограничивает силу тока до 2 ампер. То есть больше 2 ампер здесь на выходе не будет. Понимаете, да, зачем это нужно? Также этот блок питания можно очень легко поместить в корпус. Например, сделать здесь такие как бы проставочки, зафиксировать одну плату над другой, собрать коробку. Но это тема для отдельного видео. Я думаю, что к этому блоку питания мы с вами еще вернемся. Поэтому, друзья мои, если вы на канал еще не подписались, то обязательно подписывайтесь. Серьезно говорю, впереди ждет еще очень много интересных проектов. Если это так, обязательно делитесь им с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был я, Александр. Желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Ах да, совсем забыл сказать. Если нажимаем на энкодер, видим напряжение. Нажимаем на энкодер с током, видим ток. Нажимаем на оба энкодера и держим какое-то время. Появляется вот такая вот надпись. Субтитры сделал DimaTorzok